Вы одна из немногих детских писательниц в Азербайджане, которая пишет на русском языке. Я сумела на русском языке создать более 80 книг. И в этих книгах я же раскрыла суть наследия своего народа. Так получилось, что во время коронавируса я написала 5 книг. Как у вас рождаются сказки? Сегодня дети любят параллельные миры. Здравствуйте! Это программа «Евразия дословно». И сегодня мы беседуем с детской писательницей Солмас Амановой. Здравствуйте, Солмас! Добрый день! Добро пожаловать в Дом сказок «Наследие». Спасибо. Солмас, в этом году ваша книга «Храбрый медвежонок и его друзья» получила международное признание и награду на премию имени Ганса Христиана Андерсена. О чем эта сказка и чему она учит? Да. Вы знаете, дело в том, что премия Ганса Христиана Андерсена выдается через каждые два года. И так получилось, что это заболевание, коронавирус, нас всех посадило домой. Ну, куда мы выйдем? Сидим дома, если выходим, то только на два часа. А что делать детскому писателю? Только создавать и писать. Ведь не только же и взрослые стали заражаться, и маленькие дети. И вот таким образом пришел замысел написать сказку. Так получилось, что я как-то была в Эдембурге на игрушечной фабрике. И вот я решила создать такую игрушку, чтобы это был медвежонок, чтобы он был интеллектуальный, чтобы он попал на день рождения к девочке. Но я даже не знала, что, оказывается, конкурс на премию Ганса Христиана Андерсена назывался «Сила истории». Так вот, этот медвежонок от 1942 года «Сила истории» потом превращается в игрушку, в интеллектуальную игрушку и попадает из Ирана на день рождения Мирьям Масаллы. И вот отсюда разворачиваются все события. Вот ваше другое произведение, тоже «Нармис» и «Таджир», он тоже посвящен борьбе с коронавирусом. Правильно ли, что мы с детских лет окунаем детей своих, с малых лет, вот в этот жесткий мир? Да, конечно, вы знаете, я стараюсь в своих произведениях, даже когда пишу про войну, я стараюсь, чтобы там не было таких вот очень жестких моментов. Но Баба Яга, потом Кащей Бессмертный, который Василису Прекрасную любился каким образом, и как они отравляли, это всегда существовало. Ну а вот «Нармис» и «Таджир» я там не пишу слово «коронавирус». Там слова вообще о коронавирусе речи нет, но это было написано, так получилось, что во время коронавируса я написала пять книг. Вот это вот такой был прогресс, именно в то время, когда, ну что делать писателю, который в четырех стенах, ну вот и я писала, написала эта книжка, да, это очень интересная книжка «Нармис» и «Таджир», и эта книжка, значит, состоит из 45 сказок. И вот здесь вот я даю коронавирус как параллельный мир. Всегда в сказках есть добро и зло. Ну, сегодня дети любят параллельные миры. И самое интересное, что с этой книгой произошла мистика. А мистика какая? Значит, я думаю, что очень самый прекрасный, значит, фрукт у нас – гранат. И гранат, он настолько полезный, что вот во время заболевания всегда детям давали гранатовый сок. Ещё когда дети болели, кожуру граната, значит, скипятили. Я думаю, посмотри, гранат – какой полезный фрукт. Гранат уже бренд Азербайджана. Бренд Азербайджана – гранат. Плюс корона, плюс корона. Думаю, надо придумать героев и создать гранатовый рай. А у нас гранатовый рай – это Гёйчай. И вот я создаю такую, вот у меня сюжет идёт. В двух километрах от Гёйчинского района находится, растёт дерево. Внутри этого дерева находится дупло. И вот через это дупло в параллельный мир, в гранатовый рай, имеется дорога. Но только те, в чьих жилах течёт шахтская кровь, из параллельного гранатового мира могут попасть в страну огней Азербайджан. Представьте себе, создаю я это дерево, создаю я параллельный мир. И только написав 38 сказок, дойдя до сказки «Вторник ветра», до праздника хончи, я читаю в интернете, да, я прочту в интернете, что же есть о наследии ветра во всём мире. Ну вот мы «Вторник ветра» отмечаем. Понятно, с ветром очень много связано всего. Но что ещё есть? Вдруг читаю. «Вторник ветра» в Гёйчайском районе, в двух километрах от Гёйчая, растёт дерево, внутри которого находится дупло. И именно на «Вторник ветра» приходит к этому дереву, и оно является священным, как бы перь. И загадывают желание. Дерево, дерево, ветер, унеси моё желание, унеси на все концы мира, пусть найдётся такое лечение для моей дочки, чтобы у неё были дети. И тут меня охватывает какой-то внутренний страх. Как я могла написать про дерево, внутри которого есть дупло, именно на «Вторник ветра», когда я уже описываю, я узнаю, что на самом деле там существует перь. Откуда? Какая генетическая память могла сохранить? Вот это, что я откуда могла это знать? А я именно писала, и именно два километра, не больше, не три, не четыре, а так у меня написано в сказке. Как у вас рождаются сказки? Ведь обычно писатели описывают реальные события, реальных героев, которые живут с ним по соседству. Как ваши сказки рождаются? Откуда вы берёте материал? Министерство культуры даёт объявление про Низаме Ганджави. Я пишу прекрасное произведение эссе о Низаме Ганджави, самое очень интересное. Потом вот «Храбрый медвежонок», это тоже по линии Министерства культуры. Вот, кстати, «Волшебные ключи» города Шуша, это тоже было объявление, это по конкурсу Министерства культуры. Я им благодарна. Пусть они почаще издают такие конкурсы, чтобы мы, писатели, были как бы... У нас был стимул для того, чтобы писать. Но помимо этого, я же ещё автор предмета «Наследие». У меня стаж педагогический, буду я 47 лет. И вот представьте себе, я преподаю детям, я вхожу, там кто-то шумит, никак не успокаивается. И тут же я пишу сказку «Волшебное зерно» про мальчика, который не слушался родителей, как он ушёл в лес. Вот у ваших героев необычные имена, которых не встретишь в повседневной жизни. Как они рождаются у вас? Ну вот как я создала нового героя для первоклашек, для пятилетних, шестилетних детей. Ну вот я думаю, джертан есть у нас, правильно? Джертан есть у нас, джертан есть такая сказка. Ну вот «Буратино» тоже сказку создали. А как? Ведь ковёр, наши ковры азербайджанские, чем больше в одном сантиметре узелков, тем он бывает более, более крепким. Он бывает такой. И эти узелки невозможно. Но здесь же дружба. Вот я тут думаю, дай им одну верёвочку, они её порвут. А если дать им узелки, дать им вот эти вот, сказать, в ковре, а надо назвать героя узелок. Ильмя. Вот таким образом приключение Ильми. Вы одна из немногих детских писательниц в Азербайджане, которые пишут на русском языке. Какова роль русского языка в вашем творчестве? Значение русского языка для меня, как писателя, велико, то, что я сумела на русском языке создать более 80 книг. И в этих книгах я же раскрыла суть наследия своего народа. Здесь не только наследие моего народа. Так получается, что иногда, что наша культура пересеклась с культурами других народностей. С русской культурой, с греческой культурой. А какой жанр литературы вы больше всего любите читать? Ой, если я скажу, что я люблю больше всего читать сказки, наверное, это то. Я, наверное, все сказки мира прочла. И вы знаете, вот когда мне... А еще какие фильмы я люблю смотреть? Я все-таки люблю фильмы смотреть там, где золото находят, пирамиды, эти мумии, я не знаю, под водою эти непонятные. Вы знаете, вот люблю вот эти фантастические какие-то образы. Я люблю вот эти сказочные, мифологические, вот эти вот мистические фильмы смотреть. А произведения каких писателей вы бы порекомендовали читать и детям, и взрослым? Вы знаете, наверное, в первую очередь я порекомендовала, чтобы все дети прочитали. Но все-таки 80 книг – это немало книг, потому что это все-таки все история нашего народа, это все традиция. Прочитали бы мои книги, конечно, чтобы читали Александра Сергеевича Пушкина, конечно, чтобы читали Ганс Кристиана Андерсона, то, что я очень люблю. Но вы знаете, это, я считаю, что, ну, так как я детская писательница, я, конечно, бы посоветовала Гоголя очень люблю. И вообще, про издне русских классиков, я бы посоветовала, чтобы, конечно, дети читали. Спасибо. Это была программа Евразия Дословная, и сегодня мы беседовали с детской писательницей Солмас Амановой. Оставайтесь с нами, вместе интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин